Мне правительство пишет, ну просто противно читать, ладно бы я не понимал в этом ничего, можно было отписку эту терпеть. До 25-го года они добавят 133% овец, то есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить, это шерсть, это овчина, это баранина, вроде на рынке востребовано, ну короче будем разводить этих овец. Ну что такое 133% до 25-го года, это сегодня одна овечка, завтра будет 1,3 овечки, ну что это за темпы, здесь можно развернуться, посмотрите сколько угодий у нас пустует, даже в Могилевской области, я не говорю там ниже на Припяти, туда к центру, на западе, Меман, Припять, реки, поймы не заняты. Просто иногда летишь, ну жалко становится пустующих земель, где-то ближе к пойму мы можем строить легкие навесы и содержать этих овечек. Я в этом убедился лично, у меня он их сейчас, наверное, штук 50, раздаю людям, девать некуда. Какие там затраты? Утром пойдешь, накосишь за полчаса этой травы, отвезешь им, им достаточно, на пастбище ходят, или в лесок запустил их, они в этом лесу сидят. Ну этим надо заниматься. В жару. У нас же комбольный комбинат, шерсть нужна. Все можем перерабатывать, легкая промышленность хорошая. Нет, чего-то ждем. Ждем, пока президент по голове не ударит. Поэтому ищите новое направление, новые культуры, возделывайте. Надо продавать, надо зарабатывать деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!